Бывает у вас такое, что увидели вы что-то в интернете, вот вам загорелось это сделать? Ну вот и у меня. Я вчера вечером увидела кое-что в интернете. Мне очень понравилась идея бисерных бусин, но не плетеных, а шитых. Ссылка на этот мастер-класс будет внизу. И я тут же побежала подбирать материалы для таких бусин. Но чтобы сделать, показать вам, что получилось, мне пришлось еще потратить два дня на изготовление этих самых бусин. Вот такие бусины у меня получились. На больше у меня терпения не хватило. Как их делать? Посмотрите внизу. Мне очень понравилась идея. Они, как вы видите, такие вот немножко хаотичные, как в лавах. И поэтому, когда я сделала первую бусину, я сразу обратилась к лаве, которая у меня была. Она очень подошла по цвету. Соответственно, шапочки для черных бус должны быть тоже такие. Вот я нашла черненое золото, маленькие шапочки. Они подходят очень к этой лаве. Прямо одного цвета. Ну, вроде все было. А я все сомневалась, сомневалась, делать, не делать. Потому что у меня не хватало цепи. Там в оригинальной версии это на цепи. Но я нашла у себя вот такие вот керамические бусины черные, очень хорошие. У меня есть такие маленькие тоже. И в итоге нашла цепочки. Но, видите, они даже вот так золотом немножко отливают. Но они у меня мелкие. Посмотрим, что я смогу с ними сделать. Потому что у меня идея такая сделать такую вот подвеску длинную. Вот из этих вот шариков все-таки 8 марта на носу и хочется чего-то новенького. Так что приглашаю вас со мной посмотреть, что из этого всего получится. Ну, вот бусики собрала без заморочек. Просто бусина, лава. Бусина, лава. И сделала такой замочек в конце с большим карабином. И вот такой вот, вот таким колечком от тогла. Теперь закрепила все. Вот здесь вот у меня укрымная бусина золотая стоит. Тут стоит вот эта подковка. Теперь бусины, они до где-то не доходят до середины груди. Я хочу длинную подвеску сделать и поэтому. В общем, вот такие простенькие бусики, потому что подвеска будет сложная. Теперь хочу собрать основу для кисти, которую я задумала. Основа будет вот из этих маленьких цепочек. Других у меня нет. Такие меленькие, но в них достаточно хорошо входят кольца. Поэтому процесс такой медленный, но верный. Не знаю еще сколько, посмотрю по цепочкам, как они соединятся. Теперь, ой, камера. Продернулась. Теперь прикреплю карабин. И вот такая подвеска как бы будет. Основа подвески. Для начала подготовим все бусины совершенно в разном стиле. Как получится. Одни с шапочками, одни без шапочек. Вот я улучшила немножко бусины из мастер-класса, который я подглядела, тем, что я пин просунула. Там мастерица берет и ставит сюда просто колечко. Зацепляет за бисеринку. Он мне показал, что так все-таки более надежно. Крутить можно вот таким вот занудным способом. Можно крутить просто двойной колечкой делать. Я, наверное, буду делать двойные колечки. Так легче. В этот раз я ставлю пины вот такие со шляпкой. Можно было поставить с головкой. Но мне кажется, что тоже лишним здесь будет и так много чего наляпано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так я сделаю с маленьких до крупных бус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот такая гроздь получилась. Сейчас покажу вам ее, как она выглядит на мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастливо. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok